Люди, вы по-прежнему не дельфины, и сейчас я вам такое расскажу, что вы к своим 20-30-50 годам будете просто ошарашены. Итак, существует, оказывается, куча слов, которых вы не знаете, но это понятно. Но существует еще и куча слов, которые обозначают то, что вы даже не знали, что можно обозначать. Например, вот это место у человека называется межбровье или надпереносье, но это понятно легко. Но оно называется также глобелла. Можно говорить, а ну-ка посмотри мне в глобеллу, я смотрю на твою глобеллу. Так вот, знаете, когда дождь идет, и земля начинает вкусно пахнуть. Как же это называется? Это называется петрикор. Петрикор. Настоящее слово образовано от двух корней. Петри это земля, а кор это сок богини. Петрикор. Люблю запах петрикора по утрам. А знаете, когда вы просыпаетесь утром и не можете встать, и все так ничего не хочется, и вообще такая лень, и все бесит. Думать, это обычное состояние? Нет, это называется диссания. Ди-са-ни-я. Так вот, знаете, как это у меня дома называется? Понедельник. А еще вторник, среда. И все остальные дни. А еще есть такое слово, как автонг. Есть дифтонг, а есть автонг. Автонг это буковка, которую в слове вы не произносите. Например, сердце. А вы говорите сердце. Солнце. Честность. Или, например, кавказский вместо кавказский. Или, допустим, голландский вместо голландский. Так вот, знаете, вы когда-нибудь пробовали написать себя в гугле? А если там не вы на первом месте, когда вы пишете своими фамилию, то знаете, кто там? Там ваш гугл-гангер. Гугл-гангер это ваш злейший враг. Человек, который вытеснил вас с первого места. У меня гугл-гангера нет. Антасюк Владимир. Единственный в интернете. И неповторимый. А как называется частичка? На кончике шнурка вот этот шнурок, а там металлическая фиговенька в косом конце. Она называется аглет. 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 Нет, называйте своих непонятных друзей шнурками, называйте их аглетами. А, допустим, вы слышали, в шахматах есть такая позиция, когда куда бы вы ни пошли, вы сделаетесь только хуже. И вы это уже поняли, но у вас нет выбора. А называется это, вы, наверное, знаете, цукцванг. Так вот, давайте подумаем, когда у тебя в жизни, друг мой, был последний раз цукцванг? Ах да, сегодня. Итак, как называется вот эта штука? Нет, я не про мою чудесную рыжую бороду, а про складочку вот эту между носом и губами, вот эту, непонятно зачем нужную. Она называется губной желобок. Некрасивое название. Но у нее есть название одним словом. Фильтр. Вдумайтесь. Фильтр. Фильтр. И уловите связь с сигаретами. Фильтр. Фильтр. Борода, нос. Фильтр. А, смекаете? Кстати, фильтр или фильтрум, как он называется по-латински, это рудимент. А знаете, что еще является рудиментом? Мурашки, когда вы слушаете басту с песней Сансара. Как называется бутылка? И вот у нее есть дно, вот это такое вогнутое дно, вот такое вот, такая арочка снизу. Она называется пунт, пунт. А как называется серебряная такая решеточка, которая держит пробку на бутылке шампанского, она называется аграф. Ты понял, друг мой? На бутылке есть пунт и аграф. А в кофе Старбакса они дают такую бумажечку, которая по кругу, вокруг стакана располагается, за которой удобно держать. Еще пишут твое имя. Знаете, как она называется? Она называется зарф. Зарф. Это сокращение от кофейный шарф. Кофейный шарф это зарф. Так вот, что такое мононим? Мононим это слово, когда без имени и фамилии одним словом вы обозначаете человека и все понимают, кто он. Например, Стинг, Мадонна, Шакира, Адель, Пеле, Роналдо, Шнур. Это не обязательно псевдоним, это может быть и имя, и фамилия. Например, Адель это реальное имя. Допустим, знаете, как ее зовут полностью? Я вот туда записал себе. Адель Лари Блу Эдкинс. Лучше просто Адель. А как зовут Шакиру? Шакира Изабель Мебарак Риполь. Теперь понятно, почему ее называют Шакира. Так вот, друзья, последний факт. Давайте так, если он вам нравится, вы это видео кидайте хотя бы одному человеку, хотя бы делайте маленький репостик, чтобы я стал популярнее, чтобы эти видео видели больше людей, чтобы им было хорошо, мне было радостно. Я вас образовывал, и, соответственно, мы все имели это в виду. Так вот, последний факт. Про группы животных. Все мы знаем, что группа животных может называться, там, допустим, группа, стая, косяк, орава. Но как называется группа лошадей? Табун. Ну, это мы все знали. А вот чего вы точно не знали, что группа бабочек называется калейдоскоп. Калейдоскоп бабочек. О, какой у тебя чудесный калейдоскоп бабочек, сказал житель Крыма. Смекаете? Так вот, и это не предел. Знаете, как называется группа сов? Сов. Вот совы, когда они собрались вместе. Как они называются? Группа сов называется парламент. Парламент сов. Иду я по лесу, а там парламент сов. Парламент сов. Все, я закончил.